ну чё для хохмы от нечего делать разберусь сейчас и посмотрю мышь logitech mx1100 она пришла на спину logitech mx1000 а это 1100 правильно сказал 1100 мышь полное говно ну как полное как и все logitech и работает вечно но работает хреново половина оборудования как правило logitech глючит лагает но так как работают фактически ну можно сказать вечно то в этом что-то есть ну а по сравнению с некоторым говном конечно очень даже неплохо значит что в этой мыши хреново с покупки еще и уже много лет я ее периодически хотел выбросить но жалко было новая была совсем выбросить новый было жалко сразу у него был курсор хреновый не держал все эти примочки с dpi но дебилы им рассказ бесполезно dpi это все лажа это все обман никакого тут dpi нет просто увеличенное перемещение скорость по экрану для дебилов это dpi ничего это не работает херня ну и соответственно в этой херне тоже все как и в сегодняшних dpi полное говно за исключением конечно последних мышей это в начале только logitech начали делать мх мастер сделали классно как когда-то давно мх 1000 правда я тогда сразу купил две мыши мх 1000 одна оказалась бракованная брак такой что хрен догадаешься ремонтировать у вас навряд ли будут да и гимор это решилось все просто я просто не подключал его ну короче по другому подключение неважно суть в том что поэтому неизвестно мх мастер будет ли отлично я купил учитывая что такое говно делать на всякий случай одну и вот она отлично работает мх мастер там такого нет а вот это так и работает так как у меня мышей много ну если касается рейзер это полное говно его сразу надо выбраться ничего не поделаешь то вот мх вот этот мх1100 она как бы несмотря на ее глюки служит и служит да и хрен с ней что в ней удобно безусловно что здесь много кнопок можно назначать если вы работаете вы можете с мыши делать очень много операции и это этим удобно вот разбираю проблема тут возникла помимо заводских браков со временем возникла в том что колесо вообще ни хера не работает то есть вставляет копирует непонятно как чего делает решил разобрать посмотреть с чего начал учитывая мыши логи течь как я их разбирал значит они все сзади на винтах здесь вскрываете где батарейки отсек скрываете бумажку здесь есть один винт как увидите вон он значит здесь на жопе у него один винт спереди два винта раз два три четыре сбоку вроде нет вот сейчас попробую все это отключить но не отключить конечно отвинтить вот я развинтил эти винты все четыре штуки вытаскиваете вот таким образом здесь шлейф от боковых кнопок сейчас его отключу и посмотрим вся проблема не в этом колесе вот это не знаю буду разбираться так ну вот снял и верхнюю крышку главную этот шлейф который идет от верхней кнопки пометить чтобы когда вы будете его сюда вставлять вот сюда вот чтобы контакты попали на контакт они обратной стороной для этого вот эту вот сторону я пометил черным фломастером и на верхней крышке тоже пометил а теперь какая проблема у меня проблема вот в этой структуре дело в том что назначенные сюда кнопки постоянно глючит неправильно срабатывают а кнопок тут много во-первых само колесо обладает многими возможностями например она крутится соответственно крутится в одну сторону как бы одна кнопка работает либо перемотка крутится в другую другая так сейчас я тут другая есть еще одна кнопка вот это нажимается я покажу где внизу у него контакты что передвигает и еще круто значит кнопки здесь влево одна кнопка и вправо другая эти кнопки находятся под колесом я сейчас тоже сниму и покажу это все а главное как просто снимается вот это колесо тут у меня еще резко херово наводится значит вот здесь есть такая пимпа вот здесь вот она прямо ее вот здесь вот вытаскивать если вставить зубочистку вот она отходить должна она присоединена к штифту пластмассу вот он торчит кончики его отсюда если вытащить то вот эта вся богадельня легко снимается сейчас я покажу ну а ну а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...